День воскресный, день чудесный, а прямо сейчас мы отправимся в гости и послушаем еще одну невыдуманную жизненную историю. Ребята, я читаю ваши комментарии и понимаю, что нужен контраст, нужно показывать больше. Мы показали непростую жизнь в новостройках, большей площади, в новом доме, у МКАДа, до метро 7 километров. Как это выглядит на деле, мы все увидели. Вы пишете, зачем новостройка, когда можно купить вторичку внутри Москвы. Я проводил опрос в телеграм-канала, на который я периодически приглашаю вас подписаться, и вот результаты вы видите налицо. Многие хотели бы, как минимум, когда задаешь ему этот вопрос, купить квартиру в Москве, поближе к метро. И прямо сейчас мы находимся в одном из таких районов, и вот в этот дом мы отправимся в гости, где человек купил себе обо всем по порядку. Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе горячий цай, делайте бутюбот, будет интересно и вкусно. Мы начинаем прямо сейчас. Я вот держу бутюбот, а тут чай. Поехали. Всем привет, я родился в Москве, и всю жизнь прожил в Москве, мне 34 года. Насколько я знаю, у тебя есть жена. Да, она тоже из Москвы. Вот, ну моя одногодка фактически, там на полгода моложе. Тоже в другом районе, ну в принципе вот в этом районе, где мы сейчас все это снимаем, жила всю жизнь. Максим, последние 4 года вы снимаете однокомнатную квартиру в соседнем доме. По типу постройки точно такой же, который мы сегодня посмотрим. Что там за квартира, какая площадь и сколько она стоит? Однокомнатная квартира, площадь 34 или 35 метров, сейчас не помню. Соответственно, снимаем мы ее за 35 тысяч рублей в месяц. Коммунальные платежи платят собственные квартиры, поэтому мы платим только за съем. Причем, ну, мы начали снимать 4 года назад и здесь большую роль сыграло то, что мы были знакомы с семьей собственника. И, собственно, он пошел нам на встречу для того, чтобы просто именно знакомые жили и в нормальном состоянии могли квартиру. Но тебе повезло еще в том, что он вам сдал квартиру прямо после ремонта, у вас все было новенькое. То есть фактически он еще докупал часть мебели, когда мы уже вот, ну, заселялись. И обсуждал с нами, что нам нужно купить, какой шкаф там. Где-то мы пополам купили, потому что мы хотели побольше шкафа где-то. Он сам сказал, оплатят, просто мы это оставим, когда будем выезжать из квартиры. Мы находимся у тебя во дворе, и здесь, в принципе, тихо. Ребята, ну, посмотрите сами, дворик обжитой, все машинки стоят на своих местах. Самое главное, ребята, ребята на месте, ребята отдыхают, никому не мешают, отработали. Там у них юмор, мандарины, короче. Новогоднее настроение. Слушай, Макс, ты выбрал вот этот дом, в который мы сейчас пойдем и посмотрим. Он какого года постройки, не смотрел? 1981. Это серия П-44, и, в принципе, ну, вот квартиру посмотрим. Это одна из лучших планировок именно в этой серии домов. Цена квартиры? 17,5 миллионов. Ребята, 17,5 миллионов рублей. Я предлагаю подняться в гости, осмотреть квартиру, а дальше мы поговорим, как вы ее покупали, есть ли ипотека, то сколько вы платите, какие квартиры вы смотрели, на что вы натыкались, потому что чуть на развод они не налетели. Короче, пойдемте в гости, но начнем мы с подъезда, ведь домик-то вторичка, проперданный, наверное, старый, вонючий. Промо-код ждет вас там же. Действуйте, дарите вашим любимым цветы и улыбки. У тебя машина есть? Нет, машины у меня нет, езжу на кашеринге уже два года, ну, то есть продал машину, и во время ковида работа была из дома, вот, а сейчас, в принципе, до работы не так, чтобы далеко, поэтому машина пока просто физически не нужна, вот, на кашеринг трачу порядка 10 тысяч рублей в месяц, не ограничивая себя, и, в принципе, ну, это довольно экономно. Слушай, а зачем тебе вообще каршеринг? У тебя реально рядом с домом метро, ты куда на кашеринге ездишь? Туда, где далеко от метро идти, вот, либо, там, не знаю, к родственникам, еще куда-то. Иногда каршеринг просто получается быстрее, чем метро. Плюс я стараюсь миксовать, допустим, летом это самокаты, каршеринг, метро, там, трамвай, например, зимой, это, соответственно, каршеринг и метро для того, чтобы как-то вот логистику свою просчитывать и оперативнее приезжать туда, куда мне нужно. Я заметил, что в этом районе довольно-таки много высотных домов, то есть пятиэтажек здесь особо не видно. На основании этого расскажи, какая здесь реальная ситуация с парковками? С парковками вот конкретно в этом дворе и вот в этом месте, где мы сейчас находимся, не очень хорошее, потому что, в принципе, они есть, вот, собственно, там, где ты машину ставил, здесь во дворе, но, как видишь, вот сейчас будний день, после снегопада, конечно, многие оставили машины, но, в принципе, парковаться практически негде. Там, где я сейчас снимаю квартиру, там все отлично с парковкой, то есть вот, ну, соседний двор, там, через двор, там всегда есть места, где поставить. Здесь, ну, пока я не очень понимаю, как оно будет, даже где каршеринг оставить, чтобы недалеко идти до дома. Для нас с супругой большой минус то, что здесь мало продуктовых магазинов, вот именно здесь, около этой станции метро. И мало кафешек, ресторанов, мы любим иногда сходить поужинать куда-то, ну, то есть не дома постоянно есть, а куда-то, вот, там, пообедать, поужинать и так далее. По факту здесь, получается, Магнолия, Вкусвилл, чуть дальше Дикси, ну, и еще там чуть дальше Мираторг, вот, и все. Вот, в этом плане, конечно, мы вот смотрели тоже Чертановскую изначально, когда искали себе квартиру. Там, конечно, намного лучше, там куча магазинов, 24 часа, супермаркеты, аптеки, ну, то есть вот, вот, прям, там очень развитая инфраструктура в этом плане. Здесь чуть похуже, вот, но в целом, в целом, ну, нормально. Нормально. Вот скажи, у вас пока что нет детей? Пока нет. Вы взрослый, вам в чем проблема выйти, минута дойти до метро, 15 минут вы в центре, вот, и любой ресторан полным-полно, вы вот так вот не тратите? Иногда не хочется просто ехать в город, иногда мы вот по району гуляем, куда-то можем зайти, тут есть несколько, там, наших любимых ресторанов, в доступности, скажем так, получаса прогулки, вот, поэтому не всегда хочется в центр ехать. Слушай, а вот то, что рядом с домом дорога идет, такая довольно-таки оживленная, вот мы во двор заходим, там прям тишина, выходим сюда, здесь прям ее хорошо слышно. Как? Не напрягает? Нет, к тому же, вот, в квартире, это тоже был один из факторов, по которому мы смотрели квартиру, если закрыты окна, вообще тишина, если они открыты, ну, слышна дорога, но, опять же, не так, чтобы прям это раздражало. К тому же, этаж последний, довольно высоко, и, ну, пока я не слышал, чтобы здесь кто-то там с глушителями сломанными гонял и так далее, поэтому вроде нормально. Ну, что, Макс, веди, рассказывай, что за дом, как раз у тебя прям вот лавочка для того, чтобы надзорный пункт в летнее время осуществлял свою деятельность. Открывай. Welcome. Так, 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 ребята, включаем. Консьерж есть? Нет, консьержа нет, зато есть две двери. Так, ага, первая дверь мы зашли, отряхнулись. Да, причем, что хорошо здесь, здесь разные кодовые, ну, коды, поэтому, условно, если ты одну дверь пройдешь, то за вторую ты уже не зайдешь, если у тебя нет ключа. То есть, у тебя должно быть два ключа, один ключ, один ключ, но на два замка, например, если курьеры приходят, то эту дверь они могут открыть, ты им называешь код, а здесь они тебе уже звонят в квартиру, причем не по номеру квартиры, а другой вообще номер делается, чтобы... Короче, система безопасности работает. Слушай, подожди, расскажи, а вот это что такое? Слушай, я, честно говоря, не знаю, что это. Что-то какой-то старый домофон. Какой-то старый, да, либо, может быть. Друзья, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну, подъезд такой поцивильный, смотри, видеонаблюдение ведется 24 часа, и вон у нас, собственно, камера, здесь цветочки. Чем тебе не ЖК, да? Когда-то, когда-то, когда дом был построен, я представляю, что это была вообще за пушка с точки зрения... Заходи, первый. Так, друзья, смотрите, пандус для колясок. Ну, короче, консьерж предусмотрен, но его нет. Его нету, да, просто от него отказались, насколько я понимаю, жители. Платить не хотят. Да. Пожильцы не хотят платить. Но подъезд это был один из факторов, по которому мы выбирали дом, потому что мы посмотрели разные подъезды, и с выломанными ящиками, и с грязью, и с какими-то там непонятными людьми. И этот подъезд прям очень хорошо выделялся на фоне других. Слушай, ну, у нас рубрика уже целая появилась, обзор подъезда, давай посмотрим, что здесь еще есть. Поднимаемся, интересная дверь. Здесь что прячется? Там прячется швабра, насколько я понимаю. Закрыто. То, что уборщица, да, держит, чтобы убирать. Пойдем, посмотрим, как выглядит лестничная клетка. Пойдем. Друзья, обратите внимание, на улице грязище полное, но в целом все чисто, при том, что нет консьержа. А кто постоянно здесь так поддерживает чистоту? Здесь уборщица есть, которая по всем подъездам моет полы, там, несколько раз в неделю, да. Так, ну не бывает здесь ребят, которые зайти сигареточку покурить, постоять? Сигаретами пахнет иногда, но я не видел, чтобы курили. Но я здесь все-таки не так еще долго. А мусоропровод рабочий? Да, да, вполне. Покажи. Ну, смотрите, мусоропровод рабочий, и вони в подъезде нет. То есть я тебе в этом плане скажу, что дом, какого еще раз года? 81-го. 81-го года, но он прям цивильный. И окна пластиковые стоят, и так в целом. Плюс в доме планируется капремонт. Вот вам и вторичечка, а, пожалуйста. Цветочки, люди, в принципе, приветливые. Женщина зашла, поздоровалась, здравствуйте, ой, снимаете, ребята, а что? По ремонту, не по ремонту. Короче, у тебя есть фишка хаты в том, что у тебя есть шикарный вид. Да. И вот все те, кто живут подальше, вы сравните. Но, опять же, 17500 за двушку на вторичке, это примерно цена трешки готовой уже в жилом комплексе. Ну, и с последним, где мы были, там, какой-нибудь пригород лесной. С Амкадом, да. Ну, похоже, похоже. То есть там плюс-минус цены, я так подозреваю, везде одинаковые. Ну, будем смотреть. Макс, а что значит кооперативный дом? Расскажи, пожалуйста. Ну, как я это понял, некий кооператив, который относился к определенной организации, строил этот дом, вкладывал деньги для того, чтобы здесь жили сотрудники этой организации потом в этом доме. В советское время, да, когда квартиры выдавали. Вот. Поэтому здесь, как я узнал от бывших владельцев, основная часть жильцов как раз относится вот к этой организации, то ли бывшие, не знаю, то ли нынешние, пока не знаю, что это было за компания. Вот. И, соответственно, у них здесь такой некий внутренний мир, они следят за всем, они стараются держать чистоту, не особенно пускать там чужих и так далее. Ну, собственно, вот ты по подъезду видел, что все довольно прилично и красиво. Ну, что, друзья, заходим в гости, нас встречает Макс в своей новой хате, двухкомнатная, 50... 58 почти метров, 57,7. Макс, ну, рассказывай, давай по-живому, получается, здесь коридор, в принципе, большой. Пошли в зал с тобой сразу. Друзья, значит, как вы видите, квартира будет делаться полностью под ремонт, под капитальный. Здесь нас встречает, в первую очередь, большой зал, основная комната их. Здесь вы что планируете сделать? Здесь мы планируем сделать гостиную, диван, телевизор, рабочее место, поскольку я часто из дома работаю, супруга тоже из дома работает, поэтому кто-то из нас постоянно будет работать здесь. Ну, и плюс утеплить балкон, и там по одному из вариантов дизайн-проекта, возможно, рабочее место будет не в комнате, а на балконе, ну, и плюс зона для хранения. Балкон интересной формы, зацените. Конечно, не самое удобное, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Это балкон или лоджия? Это балкон. Это балкон, то есть нависает. Идем дальше. Прихожая здесь реально большая, потому что, посмотрите, раз, и она перетекает во вторую часть. Здесь уже стоял когда-то встроенный вот такой шкаф. Да, мебель оставалась от предыдущих владельцев, я ее потихоньку сейчас распродавал, вот остатки остались, которые должны люди забрать. То есть ты это все еще и продал? И двери продал, да, то есть я каким-то образом сэкономил на демонтаже, потому что, ну, те, кто у меня покупали, все сами разбирали за свои, и еще и платили мне. Так, ну, смотри, у тебя еще рахмину тоже можно продать, ванну тоже уже, уже зарезервировано. Все зарезервировано. Ну да, на самом деле, вот покупая вторичку, свои плюсы тоже есть. Соточку, две, смотря сколько у вас добра тут, и как будете торговать, можно продать. Вот такая ванна, она не совмещенная, то есть у вас через стеночку идет санузел. Да, кстати, это тоже была одна из наших задач, найти квартиру с не совмещенным санузлом, потому что сейчас у нас он совмещенный, это не всегда удобно. Вот вы как раз, такая история, что вот вы живете вдвоем с женой, и вам нравится совсем другой ремонт, например, не как мне. То есть вы, например, не хотите кухню объединять с залом, вам это не подходит. Туалет с ванной вам тоже не хочется объединять, правильно? Ну, кухню с залом мы бы объединили, если бы это была трехкомнатная квартира, но хотелось обязательно две раздельных комнаты, поэтому в данном случае отдельная кухня будет. Кухня, ребята, пожалуйста, знакомьтесь. Сколько у нее примерно площадь? 10,1. Заходим. 10,1. Мы, подчеркиваю, на шестнадцатом этаже, вот есть такой интересный еще закуточек на кухне, вытяжка. Ну, приятная квартира, на самом деле, вот мы пришли, казалось бы, да, вторичка, но, подчеркиваю, никакого противного запаха нету. Сразу видно, что люди здесь жили чистоплотные, потому что бывает вторичка такая, что зайдешь в маму не горюй, а бывает вот вариантик. То есть в целом можно было бы даже и не делать практически здесь ничего и жить, но мы хотели все-таки под себя, потому что какие-то отдельные моменты есть. Вот, например, там трещина на плитке, где-то что-то, какие-то неровности, плюс ремонт делался пять лет назад, что-то все-таки уже начало ветшать и хотелось сделать полностью под себя. Пойдем во вторую комнату. Пойдем. Вот так вот, видите, ходит как барин по своим владениям. Вот вторая комната, которая у вас будет подразумеваться как полноценная ваша спальня, правильно? Да, да. Здесь будет тоже хранение, под заказ будет шкаф, ну и, соответственно, кровать. Плюс кондиционер будем менять тоже на более новый, ну и, соответственно, там в той комнате тоже кондиционер будем делать. Тем не менее, проживая в съемном жилье, у вас уже были мысли о том, что, ну, нужно заиметь свое жилье. Когда они появились, эти мысли, и что вы начали смотреть? Ну, вот мы с супругой, получается, вместе восемь лет, и последние лет пять у нас были эти мысли. Мы изначально начали смотреть новостройки, ездили в новую Москву смотреть, то, что вот А101 строят там все эти прокшена, испанские кварталы и так далее. Ездили по каким-то еще, ну вот, в этой части Москвы, скажем так, мы не рассматривали север, там, запад, восток. Мы смотрели юго-запад, юг, ну, может быть, вот до Каширки, наверное, не знаю, юг, это юго-восток. Вот, смотрели в основном новостройки, и каждый раз казалось, что довольно дорого, и лучше подождать, может быть, еще снизится цена. А можешь напомнить, вот казалось, довольно дорого, это вы же смотрели двушку. Мы смотрели двушки и трешки. И по чем они были там плюс-минус? Ну, вот, если говорить о том, что мы видели там 4-5 лет назад, то вот там в тех же испанских кварталах или в Прокшино, да, станция метро, там получалось где-то 10-12 миллионов за трехкомнатную квартиру. Без один. Ну, это на стадии, на стадии котлована, либо на стадии вот коробки, которые еще продолжают строиться. Ага. Вот. В какой момент вы решили переключиться на вторичку? На вторичку мы решили переключиться буквально вот осенью, потому что с лета мы поняли, что нужно уже основательно искать квартиру и покупать. И, соответственно, мы... Изначально я начал с августа смотреть снова новостройки, которые появились, причем в большей степени смотрел все, что находится на территории бывшего ЗИЛа. Вот. Потому что мне очень нравился этот район, река рядом там и так далее. Вот. Но в итоге, обсудив с супругой и поняв, что практически все новостройки будут сдаваться в 25-26 году, и при этом нужно платить будет все эти годы и за съем квартиры, и за ипотеку, мы решили переключиться на вторичку, поскольку, ну, быстрее можно заселиться, сделав ремонт там за 3-4 месяца, и, соответственно, не платить уже за съемную квартиру. Соответственно, вот в сентябре мы поняли, что нужно искать вторичку, нашли риэлтора по рекомендации, который нас сразу тоже отговорил от первички, поскольку, ну, ценник сейчас, понятно, очень сильно растет в Москве. Вот. И, соответственно, начали искать вторичку. А скажи, пожалуйста, а вот первичка, отбой был исключительно из-за цены, вот такие факторы, как вот мы, например, ездим, снимаем, что людям там задерживают жилье, раз, они получают квартиру с отделкой, отделка плохая, приходится там все переделывать, два, то постоянно где-то кого-то топит, ну, вот такие вот вещи. Вы на них обращали внимание или все-таки во главе стояла именно цена? Обращали, но мы не смотрели пик, не знаю, можно название. Вот, не смотрели пик, потому что по понятным причинам очень много нареканий на него. Мы смотрели в основном левел, смотрели талон, да и, в принципе, наверное, все. Ну, вот эти вот, я смотрел. А, еще смотрел пионер, лайф в Варшавской, здесь неподалеку. Вот, соответственно, мы смотрели первое на цену, все хорошие варианты, которые не окна в окна, а с нормальным хотя бы видом и этажом выше седьмого, как мы смотрели, как мы хотели, точнее, получались, ну, от 25 миллионов. И это причем без отделки. У меня супруга хотела сделать шумоизоляцию, поэтому, ну, не имело смысла брать с отделкой, чтобы потом все это ломать. Второй момент, на который я начал смотреть, это заселяемость этих районов. Вот та же территория ЗИЛ, где сейчас строятся, там, Нагатин Айленд, Шагал и так далее. Когда мне рассказал менеджер, что там только в одном ЖК планируется 30 тысяч жителей, и при этом парковочных мест внешних будет, там, 10 или 15, все остальное будет в подземной парковке, которая еще даже не начала продаваться, и цены неизвестны. Плюс очень узкие дороги, которые будут выводить на коширку, там, куда-то на трешку и так далее, я понял, что по утрам и по вечерам я буду просто конкретно в пробке стоять. Вместе со всеми этими 30 тысячами жителей, либо их там больше, наверное, будет. Вот, плюс меня не устраивал вариант, что мне когда-то там через три года скажут, сколько будет стоить подземная парковка, и она может оказаться 7 миллионов, как бы, и, ну, это, как бы, слишком много. Вот, поэтому в какой-то момент я стал понимать, что все вот эти красивые рендеры, да, там, и вот эти рассказы менеджеров, они не сильно увязываются с реальной жизнью, в моем случае, да, не знаю, как там у других людей, но в моем так. Ну, и, конечно, история с льготной ипотекой, вот этой вот, субсидированной и так далее, стало понятно, что, опять же, нужно там накидывать 10-15% к стоимости квартиры для того, чтобы получить вот этот маленький процент. Вот, плюс я работаю в IT-компании, можно было рассмотреть IT-ипотеку, но, опять же, там были свои нюансы, вот, поэтому, опять же, это все, ну, как бы, из нашего списка убрало новостройки, и пока мы их, короче говоря, вот, в рамках этой квартиры, этой покупки мы решили не рассматривать. Вас никто ни к чему не призывает, мы лишь продолжаем серию роликов. Мы снимали про новостройки, где люди рассказывают, что до ближайшей станции метро ехать час, полтора, кому-то два, кому-то три, такое тоже бывает. Совсем недавно, вот в середине декабря, в Москве были десятибалльные пробки, я боюсь представить, какая ситуация была на дорогах ровно в тех самых жилых комплексах, которые находятся возле МКАДа. А здесь ты выходишь, обжитой райончик, пожалуй, смотрите, шикарный, такой небольшой придворовый парк, детские площадки, всего полно. Самое главное, козырь, ребята, козырь номер один, метро в шаговой доступности. Одна минута, ты сел в метрополитен, 15 минут ты в центре, то есть ты в любую точку, там, Москвы можешь добраться, ну, сколько там, 30-40 минут, и ты уже все, на месте. Это очень круто, потому что это экономит ваше время. Многие в подобных ЖК приезжают туда исключительно переночевать. Утром встал, 2-3 часа до работы, ну, там, час-тире три часа, то же самое обратно, пришел так вот, упал и заснул. А здесь, ну, жизнь по-своему, и тихонечко, спокойно, несмотря на то, что рядом дорога. А вот еще обратите внимание, есть козырь в виде вида из окна. В квартире очень тихо, когда открываешь окна, вот только тогда слышно дорогу. Рядом высотки, по их линиям, да, никаких реноваций не предусмотрено. Возможно, где-то там, вот есть пятерочка, что-то будут перестраивать. Но рядом школы, парки, детские сады, поэтому ломать здесь ничего не будут, и строек поблизости не будет. Они только вот на горизонте. Макс, сегодня у нас довольно-таки облачно. Вот расскажи, в ясную погоду, что ты можешь наблюдать из своего окошка? Ну, во-первых, слева, в ясную погоду, видны башни Москва-Сити. Видна Академия наук, которая находится на площади Гагарина, там рядом. Вот, ну и в целом, довольно далеко видно практически, ну, там, большую часть Москвы. Причем не только слева, но и справа, там как раз в ту сторону идут уже Нагатинский затон, насколько я понимаю. Поэтому... Кремль видно? Кремль нет, отсюда не видно. Салюты видно, да? Салюты, да. Салютов здесь, наверное, точек 15 видно. Поэтому вот 9 мая, я думаю, что мы уже здесь заселимся после ремонта, сможем оценить. Мне очень нравится, и мы когда сюда изначально первый раз пришли, в эту квартиру, вот, переглянулись, подсокали языками. И как-то это прям очень сильно подняло рейтинги этой квартиры по сравнению с другими, которые мы смотрели. Макс, ну расскажи нам какие-нибудь жуткие истории. Ты, когда супруга выбирала квартиру, вы же ходили, смотрели, лазили по различным доскам, объявлений. Что видели? Видели вот просто помойки, которые люди продают за бешеные деньги? Мы отсмотрели, наверное, квартир 20-25, ну, в течение двух месяцев. И да, было несколько, которые отложились прямо в памяти и в психике. Потому что, ну, первый вариант это была трешка, в которую, когда я пришел и включился свет, я увидел, что что-то рябит по стенам, потолку. Я думал, может быть, от включенного света. А потом, приглядевшись, я понял, что везде тараканы. Огромное количество тараканов, куда ни посмотри, их было везде очень много. И продавцы не хотели, как бы они сказали, что мы не будем оттравить. Продастся и так. Но было крайне неприятно в этой квартире находиться. Буквально три минуты я в ней пробыл и вышел. Потому что было ощущение, что они начнут падать там с потолка на тебя и так далее. Это, конечно, было жесть. Второй вариант квартиры был тоже такой интересный. Была очень хорошая цена, то есть буквально 13,5 миллионов в сторону станции метро «Южная». Но когда мы туда пришли, выяснилось, что ее сдают под гастарбайтеров. Их там было человек 9. Они там прям, циновки были такие, какие-то коврики на полу. Они спали. В одну из комнат нас даже не пустили, потому что они там отдыхали. И тоже как-то так было довольно странно. Непонятно, кто потом будет в эту квартиру еще приходить. Мало ли там что-то, как-то и так далее. И, конечно, был еще один вариант, когда мы уже посмотрели эту квартиру. После этого мы нашли квартиру, которая нам прям очень нравилась. Она была дороже, порядка 20 миллионов. Но дом был новее 2012 года. Был тоже очень классный вид. Это было рядом со станцией метро «Чертановская». Прямо рядом с нашим фитнес-клубом, куда мы ходим регулярно с супругой. И мы прям были настроены купить эту квартиру, потому что там не нужно было делать ремонт. Там все прям было очень классно. Но потом риелтор начал ее пробивать, когда понял, что мы ее хотим. И выяснилось, что на самом деле тот собственник, про которого нам говорили, это фиктивный собственник. А реальный собственник, на него подан иск со стороны одного из банков на полтора миллиарда рублей, как на физлицо. И стало понятно, что если бы мы эту квартиру купили, банк, скорее всего, ее заберет в счет этого долга. И мы потом будем очень долго судиться собственником, чтобы нам вернули деньги с реальным собственником. Ну и стало понятно, конечно, что это такой момент, неподходящий для нас. Причем, что удивительно, эта квартира до сих пор продается. Хотя продавец сделал вид, что он не знает про эту историю, что он не был в курсе. Но, тем не менее, они ее продают. Чуть снизили цену, но продолжают продавать и, видимо, ждут того, кто это купит. Да, кто не проверит. Полностью от А до Я, получается, если именно про вторичку брать, когда я начал смотреть вторичку, заняло два месяца до выхода на сделку. Нам очень этот район понравился. В целом мы изначально смотрели более широкую территорию. То есть мы смотрели и проспект Вернадского, и Ленинский проспект, и Каширку, и дальше по Варшавке в сторону станции метро Южная, там и Чертановская. Вот. И, собственно, потом постепенно это сужалось. Вот. И в итоге стало понятно, что хотим оставаться в этом районе. Почему? Потому что, во-первых, мы к нему привыкли. У нас здесь фитнес, у нас здесь многие друзья живут, мои родственники, родственники моей жены. Следующий момент. Здесь несколько парков и, ну, таких, я бы сказал, даже лесопарков. Во-первых, это Битцевский парк, до которого, в принципе, можно, ну, там, доехать либо на трамвае здесь по прямой в течение получаса, либо на машине минут за 15. Есть Воронцовский парк, до которого тоже я вмерю все в времени езды на машине, которые находятся на Новых Черемушках. Ну, и также, конечно же, есть Коломенская и Царицыно, до которых тоже минут 15-20 на машине, если нету пробок, чаще всего их нету в выходной день. Ну, вот, и это очень классно, потому что мы любим гулять и, соответственно, ну, для нас это просто очень удобно. Вот, плюс до центра Москвы, например, на метро здесь, ну, минут 15-20 до Боровицкой, там, либо до Полянки, да, выйти и пойти гулять по Москве. Я посмотрел, 13 минут до Полянки и 17 минут до Красной площади, например. Макс, ну, а теперь самое интересное, денюжки. 17,5 миллионов рублей. Ну, расскажи, если не секрет, как вы ее купили, ипотека, какой взнос, какой платеж или же за наличку? Мы ее купили в ипотеку. 17,5 миллионов стоимость квартиры, первоначальный платеж 12,5 миллионов, то есть 5 миллионов мы взяли в ипотеку по ставке 9%. На тот момент это была самая низкая ставка, сейчас уже, насколько я понимаю, таких нет на момент нашей съемки. Вот, и платеж ежемесячный получается, ну, примерно 45 тысяч в месяц. Вот, ипотеку я на 20 лет взял. Ну, естественно, планируешь закрыть ее. Конечно, конечно. Какой смысл мне выплачивать еще одну стоимость квартиры в банку? По факту, ипотечный платеж сейчас меньше, чем если бы мы снимали подобную квартиру в этом районе. То есть, ипотечный платеж у нас, там, примерно 45 в месяц, а на съем такие квартиры 50, то, может быть, там, если ремонт получше, 55. Друзья, дядя Дима делает интересные сценки. Вот так начинается ремонт. Макс, когда я с тобой познакомился, ты опрокинул фразу, ну, мы миллиона два вложим, я думаю, и я тебе сразу сказал, что, Макс, два миллиона ты сюда не вложишь. Какие мысли? У вас уже же есть предварительный дизайн-проект, мы его сможем вывести на экран, да, примерно, что вы хотите. Вот смотри, тебе нужно все сломать, демонтировать. Полы, и потом ты заново будешь все делать. Новый пол, стены, потолок или как? Не совсем так. Пол однозначно мы будем менять, потому что это паркетная доска, и, как ты вот видишь, она такая вся во вмятинах, она очень мягкая, поэтому мы будем делать ее более плотную, либо это будет, может быть, какой-то хороший ламинат. Стены здесь, в принципе, были под покраску изначально, то есть они выровнены, поэтому мы здесь будем только штробить, ну, делать новые розетки. Мы сейчас уже начали в рамках дизайн-проекта смотреть, какую мебель мы хотим, чтобы по размерам, по высоте понимать, где какие розетки должны быть и сколько их должно быть. Ну, понятно, что вот эту вот красоту непонятную будем убирать. Потолок здесь хороший, мы с ним ничего не будем делать. Проводка здесь тоже медная, как выяснилось. Причем понизу она медная, сверху алюминий. Возможно, сверху мы поменяем ее, снизу она остается. Мы уже проконсультировались с электриком. Вот, конечно же, всю плитку в кухне, в коридоре мы тоже будем менять. Теплый пол мы не будем делать, нам это не нужно. Ну, и демонтаж туалета в ванной, потому что, вот как ты видел, там такие довольно интересные, веселые цвета, это не совсем наш вариант. Ну, и, конечно, менять там ванну, раковину, унитаз, вот это все. Ну, и, соответственно, именно по работам внутри квартиры, а, ну и вот балкон, да, утеплять, по работам внутри квартиры все-таки я бы не говорил, что это капитальный ремонт. Я бы говорил, что это какой-то такой глубокий косметический, ну, так, наверное. По деньгам 2-2,5 миллиона, ну, я думаю, что как бы начнем, там посмотрим. То есть, если что, видимо, просто какой-то дополнительный кредит будем брать и так далее, если вдруг этого не хватит. Ну, надеемся, что на, как минимум, на работы вместе с материалами нам этих денег хватит, ну, а мебель потом будем потихонечку докупать по мере возможности. Макс, а расскажи вообще, если можно, чем занимаешься ты с точки зрения заработка и чем занимается твоя супруга, хотя бы кратко. Я работаю в крупной IT-компании, я продавец, будем говорить так, то есть продаю большие IT-проекты для крупных компаний, автоматизируем HR-процессы. Востребовано вот это сегодня? Да, очень востребовано, особенно в условиях того, что ушли многие иностранные игроки с рынка вот в этом году, и плюс курс на импортозамещение продолжается, каким бы оно ни было. Но, тем не менее, продолжается, поэтому очень много запросов со стороны крупного бизнеса. Жена работает в социальной сфере, связанной с психологией. Друзья, вот такая квартирка, делайте выводы. На мой взгляд, сильно достойней вариант вот эта вторичка, нежели чем первичка, но большей площади за МКАДом. Здесь, конечно, каждый смотрит сам. Многие писали, работаем удаленно, нахрен нам ваша Москва, раз, а то и два раза в месяц ездишь, и все. Тут уже каждый решает под себя. Кто-то выбирает квартирку подальше от Москвы, действительно, из-за экологии. Я уж не знаю, какую там экологию находят, но это все индивидуально. По мне, покупка Макса, ну, шикарная. Понятно, что 17,5 миллионов за двушку, которой там 40 лет, многовато. Ну, а как? Он смотрел квартиры там последние два года, а цены только растут, растут. Все ждут всегда, что вот-вот, посидим, подождем, завтра будет дешевле. По факту, особо-то чего-то дешевле не становится. Вот тебе человек скажет, да не, нахрен надо какую-то двушку за 17,5. Лучше бы дом себе построил, или все-таки лучше бы взял бы себе трешку за МКАДом, но возле метро. И квартиры площадью больше, и дом новый, и метро рядом. И, пожалуйста, что скажешь? Ну, каждому свое. Вот, мне лично нравится именно этот район. За МКАДом жить не очень хочется. Я понимаю, что там тоже есть хорошие ЖК и хорошие места, но здесь приятнее. Плюс, как мы говорили сегодня, что ближе к центру, близко от работы, близко от друзей, родственников, родителей, поэтому... Если бы у тебя спросили бы совет, вот ты посмотрел новостройки, ты посмотрел вторичку, ты простой человек, который вот столкнулся с проблемой приобретения жилья. Что бы ты посоветовал от себя, пройдя вот через весь этот путь? Ну, опять же, здесь все субъективно, но я бы на самом деле именно на момент конца 22-го года и, наверное, даже 23-го года, я бы советовал все-таки рассматривать вторичку, потому что сейчас все-таки нестабильная история с экономикой, не факт, что какие-то застройщики достроят то, что они обещают в нужные сроки. Все-таки есть проблемы определенные с качеством новостройки. Это не понаслышке знаю от знакомых, друзей, которые покупали квартиры в новостройках. И, соответственно, на мой взгляд, вторичка лучше, потому что это в какой-то мере, как вот машины БУ, где уже какие-то болячки, еще что-то вылечены, и ты уже, в принципе, понимаешь, чего от нее ожидать. Но ты когда покупал квартиру, знаешь, про новостройку, можно прийти, почитать в интернете отзыв. Ты здесь приходил, у жильцов спрашивал, как вам дом, а тараканы есть, а мыши, там, я не знаю, и так далее. Или ничего не спросили? Мы спросили у пары людей, которые заходили в подъезды, но не подробно, а так, общие вопросы. Вот, в принципе, ответы были позитивные, плюс поспрашивали у соседей, прошли по соседям, пообщались с ними. Кстати, еще один очень важный момент выбора вторички, ну, лично для меня, это уже развитая инфраструктура. То есть, ты не ждешь, когда у тебя откроются магазины, аптеки, еще что-то, это все уже есть. Есть школы, есть детские сады, ты не должен ждать, когда застройщик обещанную школу построит в твоем ЖК и так далее. И это тоже очень полезно, для нас это очень хорошо, с супругой, потому что, ну, как бы, вот, все рядом. Слушай, ты пожаловался в этом ролике на то, что мало магазинов продуктовых возле дома. А зачем вообще магазины, когда сегодня можно заказывать, вон, откуда хочешь? Зашел на сайт Ашан, Пятерочка, Перекресток, любой магазин. Мы регулярно заказываем, вот, но я, например, люблю больше посмотреть, вот, руками выбрать, что-то. Пройтись, короче. Жена заказывает, а я по старинке. На лестничной клетке у нас 4 квартиры, 2 двушки, 1 трешка и 1 однокомнатная квартира. Вот, зацените. Пожарные гидранты на месте. Это тоже важный плюс такой для дома, что здесь особо, значит, не лазить. Щиток, вот, смотрите, а проводочка, а она свеженькая, никаких скруток особо нету. Да это, на самом деле, тоже большой показатель. Я сравниваю, конечно, со своим домом. Понимаю, однозначно, что вот эти 20 лет разницы, то, что дом кооперативный, это многое о многом говорит. Дополнительно распашные двери. Ну, короче, все то, что нужно, в первую очередь, для пожарной безопасности, а не просто для уюта. Подъезд. Короче, друзья, два лифта. Лифты рабочие. Да шикарно. Как по мне, шикарно. Здесь еще у тебя есть возможность выхода на крышу. Знаете, всегда об этом мечтал, иметь свой ключик, чтобы летом на крышу можно было выйти, поставить шезлонг и забалдеть там на солнышке. Понятно, что так нельзя, но было бы неплохо. Сюжет получается позитивный. Но попробуй перечислить минусы. Тем более, ты здесь пожил в этом районе уже такое достаточное количество времени, чтобы можно было сформировать. Прямо по пальцам. Что первое тебе в голову приходит, вот прямо из негативного? Ну вот, как я сказал, по поводу магазинов, наверное, это самое первое, что приходит в голову. Второй момент все-таки пробки. Здесь сходятся Варшавка и Коширка. Там всегда есть пробки. И плюс для того, чтобы доехать до третьего кольца, по факту здесь минут 10 ехать на машине. Но если пробки, это может быть и все 30-40 минут. Поэтому вот именно в плане транспорта здесь все-таки вокруг много дорог. Но в любом случае здесь есть варианты, как можно это все объехать. Еще один момент, связанный с тем, что рядом, вот прямо рядом каких-то торговых центров, еще чего-то таких нормальных нет. Там есть дальше Гудзон, но он какой-то полу уже такой вымирающий, закрытый. И ближайший, получается, хороший торговый центр, это вот на Пражской. То есть до него нужно ехать. Вот. Вот сейчас думаю, понимаю, что каких-то прямо жестких минусов здесь, ну, которые я бы, наверное, видел. Здесь этого нет. Потому что в плане какой-то преступности мы здесь не сталкивались. Каких-то мигрантов, да, как сейчас говорят, там многие районы становятся анклавами. Вот. Здесь этого тоже нет. Они, конечно, присутствуют, но их прям вот нет в большом количестве вокруг. Вот. Транспорт тоже. Трамвай, троллейбусы, автобусы. Поэтому вот честно, даже что-то перебирая в голове, не могу сейчас назвать прям серьезных минусов, которые меня бы здесь смущали. Я, честно говоря, не знаю, как здесь распределены дворники. Но, в принципе, вот те, которые у нас работают в нашем дворе, где я сейчас снимаю квартиру, они и здесь тоже присутствуют. Иногда я их вижу. Вот. Поэтому в целом чисто. Единственное что, ну, вот снег зимой там убирается не сразу. Видимо, какое-то время у них шок от снегопада. Потом они через несколько дней начинают убирать. То есть я вот сейчас шел когда-то к тебе на съемку. У нас двор вообще не убранный. То есть там, ну, ноги можно поломать. Вот. В остальном мусор нормально убирают, в принципе. Вот. По коммуналке не смотрел? Сколько тебе эта двушка будет обходиться? Где-то примерно 8-9 тысяч рублей в месяц. Под ключ за все? Да. Итак, друзья, вот такой получился сюжет. Представляете, на улице холод собачий. А кто-то, нет-нет, да, на лавочке посидит, пивка да потянет. Делайте выводы. Мне на самом деле расположение, квартира, планировка очень понравилось. Конечно, под себя бы я делал бы иначе, как нравится мне. Но каждый из нас творец своего счастья. Пишите ваше мнение в комментарии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм-канала. Спонсор выпуска ждет вас по ссылочке в описании. У меня на этом пока что все. До новых встреч всем. Пока-пока.